друзья приветствую вас это утренний обзор индексов так ну что мы на сегодня видим на сегодня мы видим то что азия японии китай торгуется в плюсе причем достаточно хороший плюс по китаю вышла ну скажем так не фонтан статистика но на фоне регуляций трампа о том что снимаем карантин и на фоне того что вроде как чудодейственное лекарство нашли азия стартует вверх американский индекс тоже движется вверх на посмотрим сейчас может какой-то корректирующий откат получится как следствие такой ситуации идет ослабление по индексу доллара по индексу волатильности немножко растет палладий немножко проседает золото так но здесь вот раскаляться я пошла американская нефть снижается а нефть бренд растет отбилась от сильного уровня 2016 года 27 27 1 по если не ошибаюсь или 27 2 и пошла расти хотя консолидацию часовую там которая была чуть повыше она пробила и не удержалась сейчас мы нефть рассмотрим так но китайский сейсай 300 растет все нормально вполне даже неделю может на хорошем позитиве закрыть так китайские черные металлурги немного растут но на фоне того что по китаю достаточно хорошее положительное движение наверх наверно с утра мы увидим позитивное движение не только но как по нашему рынку понятно по ммвб по всем ключевым бумагам и наверно чуть поменьше будет движение по черным металлургам но она будет тоже положительное а это и на рынка ммк северсталь так фишес на снг и давайте сейчас посмотрим куда он сегодня скорее всего пойдет трос конечно феерический но это было вчера так давайте часовой таймфрейм посмотрим ну что здесь идет консолидация вблизи сильного уровня 2880 или сегодня пробой 2882 и движение в этой ситуации на 2905 закрытие гэпа соответственно если гэп закроется и неделя на такой ноте завершится это будет достаточно хороший позитив для американского рынка и вообще для мирового фондового рынка так и далее если он здесь начинает закрепляться у него следующая цель движения находится 2980 но по дневному таймфрейму есть еще цель чуть пониже который будет сильно притягивать это 2961 и поэтому как только он здесь закрепиться и гэп вот это вот закроет на недельках который то пойдет он сюда вот и здесь уже будет закрытие гэпа который возник на дневных таймфреймах ну сегодня скорее всего движение вниз не будет она возможна только в той ситуации когда будет пробой 2850 здесь возможен тогда откат вот здесь будет поддержка 2822 такой сценарий пока маловероятен если не будет никаких негативных новостей он будет либо от консолидироваться в этом диапазоне 2856 2880 или же пробьет верхнюю границу и полетит вверх отрабатывать цели которые у него находится вот здесь вот но цель у него ближайшая на несколько дней может быть там на понедельник-вторник а это 2961 вот здесь была мощная проторговка в эту область ближайшее время пойдет но опять же повторюсь не надо забывать о стопах вот здесь у него проход демаркационной линии 2 2820 случае пробой на растущем объеме скорее всего вот этот растущее движение она либо будет сломлена и пойдет движение вниз или здесь возникнет какая-то проторговка который затянется по времени далее нефть по нефти вот у нас ключевой уровень вновь образовавшийся и пришедший 2016 года это двадцать семь и один вот сейчас последние дни вся игра выстраивается вокруг этого значения вчера я вообще думал когда вот эта свеча нарисовалась что все сейчас пойдет пробитие будет и дальнейшее движение на 24 но как видите вот здесь вот эта маленькая свечка она движение вниз сломала то здесь получается произошел выкуп очень сильный вблизи сильного уровня который уже четыре года получается имеет место быть и по факту такого выкупа дальше движение она инерционный характер носила здесь добились топы собрали которые в районе 21 стояли и пошло движение в рамках консолидации вот этот консолидации которая здесь образовалась 27 428 и 7 с учетом того какие объемы возникают при отбое от уровня 27 на разворотных формациях то я думаю здесь наверное все таки вероятность того что пойдет на 27 1 даже если пойдет и от него будет стучаться вероятность того что пробьет она достаточно невелика то все таки скорее всего сейчас либо движение вверх будем или же даже если он сходит вниз то здесь судя по динамике движения что сразу начинается рост объема при выкупе с этого уровня здесь скорее всего его не дадут пробивать потому что вот здесь была фигура указывающая на то что не путь не пустит его ниже 27 1 его очень мощно выкупает когда он сюда подходит вот здесь эта фигура вроде бы должна была сломаться но вот эта свеча она показала что все равно его отсюда будут выкупать и текущая формация после того как начался рост который должен был закончиться на 30 его здесь обломили и вот уже как бы это движение оно должно было вести к тому что здесь будет пробой и будет движение на 24 24 с половиной но тем не менее видите как здесь очень мощный выкуп произошел в районе 2 27 и 1 27 и 5 огромный объем и после этого пошел разворот то есть не пускают ниже 27 1 немножко приспускает чтобы собрать стопы и после этого начинается рост здесь даже 27 4 27 1 он чуть пониже находится как раз вот тот уровень который 16 года пришел то здесь все идет игра идет диапазоне 27 1 27 4 здесь все выкупают и по сути получается сейчас нефть находится в консолидации 27 и 2 28 и 6 0 либо 28 и 7 и а только пробой на растущем объеме этого уровня нижнего либо верхнего и закрепления последующий она будет указывать на то что пошло движение соответствующем направлении но смотрите вот здесь все время когда начинает от купать от этого уровня растет объем это раз и три белых солдата это два на часовике то здесь все таки очень вероятно что произошел набор позиции мы все-таки увидим увидим вот этот прорыв и движение на 30 и потом пробой 31 и 32 и 3 то есть вот вот эта формация она указывает на то что ну можно называть ее там не знаю как три касания там на перевернутую голову и плечи она не тянет потому что голова на какая-то коротенькой получается втянутая в плечи вот но все равно как бы судя потому что еще и позитив пошел по америке то есть вроде как с карантина трамп будет выпускать поэтапно то есть шансы того что мы нефть увидим движущуюся в направлении 36 7 и возможно 40 не хватает еще какого-то события на ближнем востоке который в этот процесс ускорила вот но тем не менее не надо забывать что игра идет очень опасная очень волатильная и может вполне возникнуть какое-то событие которое пробьет вызовет пробой этого диапазона и движение на 24 21 18 половиной однако я все-таки думаю что вот отсюда мы должны пойти наверх вероятность такого развития события она наибольшая с моей точки зрения так мы в силу всех этих страстей событий как незаметно вчера отчет опек вышел отчет опек достаточно интересный в частности там такой момент был избыток нефти в апреле по мнению джипи морган в районе 30 миллионов баррелей в сутки по мнению нового к 20 миллион вот как бы опек тоже озвучивает 20 миллионов баррелей сутки избыток в апреле текущего года но здесь в отчете что примечательные данные по планируемому росту ввп за двадцатый год вот в россии приводится минус пол процента в то время там какой еврозоны великобритании минус 6 минус 5 процентов у сша минус 4 процента за 20 а в россии на 5 но мне кажется здесь либо ошибка либо это данные такие предоставили которые на самом деле действительности не соответствуют так но данные по мировому спросу девятнадцатом и двадцатом году вот смотрите еще один интересный график общий спрос на нефть с 1960 года такой вид имеет то есть двадцатом году провал достаточно ощутимый на процентов на 10 уже заложил так но здесь вот прирост снижение потребления нефти по годам как видите вот за двадцатый год просто чудовищное снижение его на протяжении там 60 года вообще не было подобного провала так на вот данные то что касается добычи и потребления по нефти это соединенные штаты что здесь примечательно в двадцатом году видите добыча она падает с 1274 до 11 2 но тут как бы снижение она сколько на процентов там на 15 даже меньше 15 процентов но вот график снабжения потребления нефтью соединенными штатами видите так плавно 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 снижается тоже где-то с 19 падает на 1721 но смотрите здесь в апреле такой выбоин это нету большой не на этом графике не на этом графике то есть все как бы более или менее равномерно идет так мы и вот по россии данные вот здесь производство здесь отгрузка что здесь интересно вот смотрите в апреле резкий провал но за второй квартал тут апрель находится здесь провал будет но сколько процентов наверно 20 то есть на 20 процентов даже наверное больше 20 процентов поставка за второй квартал падает так ну вот еще действия опек то есть вот здесь произошло значительное увеличение февраль март добычи нефти вот этот это увеличение она при превосходила здесь излом который был на фоне здесь вот почему-то показано что произошел рост спроса нефти мировой но на самом деле такого насколько я знаю не было здесь вот они лукавят здесь скорее всего должен быть либо плоское такое движение либо провал то есть они наращивали когда в этом не было необходимости для того чтобы захватить рынке потому что опек здесь наращивание это что она в основном по большей части за счет саудовской аравии так но здесь там идет масса табличек связанных со спросом потреблением и производством нефти ну в общем я хотел вот что резюмировать то что исходя из этих данных которые в отчете размещены во первых как бы видно что за вот этот провал который возник в потреблении нефти и соответственно пенальти в добыче нефти то есть вот россия на очень ощутимые потери понесет соединенные штаты по крайней мере предполагается что они особо добычу нефти сокращать не буду в реальности я думаю такого не бывать потому что солнцевики будут отваливаться и закрываться но тем не менее из этих данных читается что в общем-то россию хотят скажем так в наибольшей степени создать и неблагоприятные условия связанные с сокращением нефтедобыча так на возвращаясь к нефти сегодня скорее всего будет тестирование на пробой вот этого диапазона который 28 и 628 и 85 и в случае его пробития здесь вот цель движения это 30 касательно позиции на ммвб вот этот таинственный физик пока позицию в лангах нефти держит никуда он не делся ждет когда она расти начнет так но исходя из индекса ммвб у нас вчера была разворотная формация коснулись вот здесь определенный уровень значения было сегодня наиболее вероятность сценарий это отскок но здесь как бы отскок он будет наиболее вероятно 2566 и возможно даже движение кверху вот этого гэпа 2616 2625 закрытия гэпа то есть утра вполне как бы возможно что сходим вот этой верхней границы на фоне того позитива который идет по америке и по китаю так далее июньский фьючерс на ртс но у нас утра скорее всего сразу будет движение 107 500 пробитие 108 и я думаю закроем очень быстро промежуточную цель который 109 500 дальше если движение вверх продолжается идет пробой уровня 110 200 то следующая цель движения находится на 112 еще отсюда ключевое движение я думаю с утра будет вот сюда вот на 109 500 в том случае если будет откат и пробой 104 400 104 500 то это придет движение на 102 700 я думаю понятно что сегодня вероятность движения вверх она с утра значительно больше вероятности движения вниз и скорее всего может 80 процентов что пойдем вот куда-то сюда вот с утра но к обеду может ситуация поменяться там какие-то новости выйдут из европы из америки и как вариант рост могут остудить так но индекс rgbi государственных ценных бумаг и бумаг рф он пошел расти вернулся опять вот в эту область и как следствие этого будет сегодня судя по всему укрепление рубля к доллару но к евро тоже все спасибо